У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Да, есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, Алексей уехал в Белоруссию. У меня вопрос к Валерию. Здравствуйте, Валерий. У меня вопрос, может ли Европа, возможно, Польша или Литва сделать как-то вот, ну, больно, что ли, Белоруссии, чтобы она, ну, как-то, не знаю, отомстить, что ли, или нанести какой-то ответный удар, чтобы там тоже задумались насчет мигрантов. Ну, потому что, пока, я так понимаю, обсуждаются какие-то мелкие санкции на уровне, там, белой аэронавигации, каким-то чиновникам запретить въезд, но, не знаю, там, в стиле перекрыть какие-нибудь грузы через Беларусь, чтобы там Китай и Россия возмустились. Ну, может ли, в общем, Европа как-то нанести какой-то удар или Беларусь и дальше будет продолжать все нагревать и нагревать, не знаю, подливать масло в огонь и в обстановку не остановится ни перед чем? Спасибо. Да, спасибо. Ну, теоретически, конечно, Европа, вообще говоря, шире Запад, могут ввести очень жесткие экономические санкции против Беларуси. Но для этого нужна политическая воля, которую я пока особо не вижу у Запада. Пока санкции объявлены, но реально они еще не действуют. Они будут действовать американские с декабря, европейские с нового года. За это время белорусские власти уже успели подготовиться к ним, переписать активы с одних фамилий на другие, поменять названия тех фирм, которые под санкциями оказались и прочее, прочее. Вот. Это первое. Второе. Но любые санкции – это обоюдоострое оружие. Оно бьет и не только по тем, против кого они вводятся, но и по тем, кто их вводит. Это останавливает, останавливает, скажем, ну как можно перекрыть транзит через территорию Беларуси. Это конфликт не только с Россией, но и с Китаем. Это как бы разрушит тот самый шелковый путь. На это вряд ли кто-то пойдет сегодня. Поэтому Лукашенко это прекрасно понимает и пользуется этим. Вопрос приходит от наших зрителей. В частности, у вас спрашивают, на встрече с Путиным Лукашенко наконец признал Крым, потому что вроде как риторика изменилась. И что вообще происходит в этом смысле, в его окружении? Лукашенко делает какие-то шаги по риторическому признанию. Дело в том, что вот само понятие признать или не признать, ведь что называть признанием, да? Что для этого надо? Для этого надо какой-то законодательный акт, какой-то указ президента, какое-то постановление парламента или достаточно некой, так сказать, реплики со стороны Лукашенко. Вот никто пока не знает, что такое вообще понятие «признать Крым». Там признать независимое государство, там, я не знаю, Южную Осетию и Абхазию, там понятно, да, юридическое, дипломатическое признание, оно, 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 как бы, понятное международным правом. А вот что такое признать Крым российским с точки зрения, ну, юридическим, никто не знает. Поэтому заявление Лукашенко о том, что мы поздравляем население Крыма с российским праздником День народного единства, можно трактовать по-разному, кто как хочет, да? Ну, вот, я так понимаю, из заявления пресс-секретаря президента России Пескова, Россия пока не признала факт признания Белоруссию Крыма российским. Вот, что для этого надо, пока непонятно. Ну, Лукашенко тоже маневрирует, потому что признание Крыма означает конфликт с Украиной, означает достаточно серьезные экономические потери, потому что торговля с Украиной очень выгодна Белоруссии. Большое положительное сальдо для Белоруссии, ну, как бы, это рискованно, поэтому Лукашенко маневрирует. То есть, получается, что у Лукашенко еще есть пространство для маневра, потому что приходилось слышать, что у него остался один союзник, это Владимир Путин, ну, еще и Китай, но там с рядом, целым рядом оговорок. Получается, что еще не все у него потеряно в плане такой изоляции. Безусловно, у него есть пространство для маневра, особенно там, где касается его личная власть. Вот там, где речь идет о власти, он будет очень жестко отстаивать эти свои позиции, вот, в том числе и в отношении с Россией. То есть, получается, что Россия, там вот, кстати, еще интересный вопрос, это закрытие Регнума, раннее закрытие комсомольской правды, что это такие щелчки по носу Кремля, потому что, ну, в общем-то, он достаточно дерзко себя ведет в отношении российской власти. Можно ли это так трактовать, во-первых, а если да, то почему он так делает? Почему ему это позволяют делать? Да, это можно трактовать, действительно, определенное напряжение в отношениях между столицами существует. Почему возникло это напряжение, трудно сказать, потому что, опять же, эти отношения очень закрытые, можно выдвигать какие-то гипотезы. Я, например, могу выдвинуть гипотезу о том, что Лукашенко год тому обещал осуществить транзит власти в Беларуси и уйти из власти. А теперь, когда он взял ситуацию под контроль, он пытается каким-то образом остаться. Путину это не нравится, и, ну, вот, возможно, на этой почве и возникает конфликт. Я говорил, что, что касается вопроса власти, вот тут Лукашенко будет бороться очень ожесточенно. Ну, возможно, что это и происходит. Ну, вот Артемий Троицкий, известный рок-критик, музыкальный критик в нашем эфире, сказал, что если Лукашенко не уйдет до 2021 года, до конца 2021 года, я побреюсь на лысо. Ну, год заканчивается, а Лукашенко не уходит. На ваш взгляд, у Троицкого есть шанс сохранить волосы? Я думаю, что нет у него шанса восстаться с волосами. Вот, до конца 2021 года он, конечно, не уйдет, потому что осталось-то совсем мало. Вопрос в том, что будет после референдума. Будут ли досрочные президентские выборы? Если будут, то будет ли в них участвовать Лукашенко? Если не будет, то какую должность он сам для себя определит? И с какими полномочиями? Вот эти вопросы важны. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш эфир. Валерий Карбалевич был с нами на прямой связи. Продолжение следует... Продолжение следует...